Всем привет! Это очередное видео из серии приключений в Авалонских путях. Но кроме сундуков, в этот раз получилось посражаться с игроками и потестить хэллоуинские данжи. Но обо всём по порядку. Изначально я хотел собрать статистику по Т-8 сундукам в путях, поэтому приоделся 8-1 сет большого топора в броне и сапогах солдата, 7-0 шедевральным капюшоном учёного и 4-2 плащом мартлока, чтобы повысить живучесть. Надел 7-0 кошель интуиции, так как после недавних изменений кошели стоят как обычные сумки. По расходке всё стандартно, жаркое и рыба, и зелье здоровья и яды. Стоимость сета и расходки составила 1 миллион 800 тысяч. Идти в пути решил из чёрных. Недалеко от городского портала встретился биражку. Решил попробовать соло-ганг с топором. Поставил яды. Прожал сапоги. Дождался максимального ускорения и всё же не успел проатаковать шахтёра до посадки на маунтах. Если бы собиратель немного зевнул, мой план мог бы сработать. Зашёл в пути, послонялся там некоторое время в поисках Т-8 сундуков, ничего не нашёл и решил размяться, забрав Т-6 сундук. И мне можно сказать повезло, дропа выпала на 200к. Через 10 минут, наконец-то нашёл спот с двумя Т-8 сундуками. С первого выпало 20 тысяч, со второго 120к. После чего я целый час впустую прокатался по путям, ища Т-8 споты с сундуками. Иногда забирал Т-6, но дроп с них был просто мизерный и смысла что-то показывать нет. В итоге я оказался неподалёку от форта, заехал в него, чтобы распродать добычу. Там тоже вышли копейки, но я не стал отчаиваться и сделал повторный заход. В этот раз мне повезло найти Т-8 сундук в течение первого получаса. И он сразу же оказался фиолетовым. Правда с лутом всего на 260 тысяч. Еще полчаса поисков привели меня к частично зачищенному Т-6 споту. В ходе его осмотра я наткнулся на пару резня плюс бадон. Они уже разобрались с мобами, так что крипджекнуть их не получилось. Но мне уже так надоели бесцельные блуждания, что я попытался дать им честный бой. Тем более, что они залутали фиолетовый сундук. Ребята сразу оверчаржнулись. Бадон сбил мне Ешку, после чего меня оперативно продамажили и мне пришлось ретироваться. Я думал, что они не будут бросать спот с двумя сундуками и надеялся попытаться подраться еще раз. Но парни все-таки уехали, оставив мне два Т-6 сундука. Первый оказался фиолетовым с лутом почти на полмиллиона с учетом кошельков. А второй был тоже фиолетовым и одарил семьюстами тысячами. Я собрался ехать в город, забрал еще один Т-6 и пару Т-4 сундуков по пути. Догнав добычу до миллиона трехсот тысяч. И когда я распродавался, на связь вышел Фуфа с предложением пофармить вдвоем ивентные Т-8 сольники. Мы оба не знали, закрываются ли они после входа, поэтому решили, что в паре фармить будет безопаснее и проще. Привязки у нас были разные, так что мы решили искать выход в черный через Авалонские пути. По пути забирая Т-8 сундуки и тут на них проперло. Мы зафармили штук 6 сундуков, мне падал мусор, поэтому я не снимал этих моментов. Но в один прекрасный момент Фуфе дропнулся артефакт на 4 миллиона и мы заехали в Форд, чтобы разгрузиться. Да, и кстати, я сменил топор на Фаера с большим огненным, в куртке наемника, в сапогах ученого и капюшоне охотника. Фуфа играл на обычном луке, тоже в куртке наемника, капюшоне охотника и в сапогах хранителя. Со второго раза мы нашли пути в Т-8 черную локацию, но так получилось, что в это время на ней наблюдалась серьезная активность. Хозяев Локи, членов гильдии Матхаус. Мы увидели, что в южном углу кого-то убили и решили посмотреть. Оказалось, что там убили чувака двое Матхауса, при этом их Собирашка оказался на коленях, мы решили сразиться с защитниками и попробовать добить Собирашку. Практически синхронно спешились, получили небольшой урон от топора, прожали обратки и топор понял, что лучшим для него вариантом будет бегство. Фуфа своей разрядкой почти убил его. Я на сапогах попытался догнать и добить, но у топора так не вовремя откатился адреналин и я промазал Ешкой. Дал кьюшку, но этого не хватило и топор свалил с 20 хп. Ему на выручку пришел Камлан. В это время Фуфа добил и полутал Собирателя. Я вывел на него танка, мы уже потирали руки, предвкушая килл, как на помощь булаве прилетели копье и лук. Мы попытались отойти, но силы уже оказались слишком неравны. Меня поймала булава, а Фуфу встретил еще один лук. До этого из путей мы вывезли достаточно лута, чтобы не переживать о слитых сетах. Так что заново оделись и вернулись в ту же локацию. В этот раз матхаусов практически не было и мы разделились для поиска ивентных сольников. Во время поиска я встретил Хабиба с осадником на Т3 лошади. И сразу же пару кровопуск плюс большой топор, причем довольно неплохо одетых. Похоже, что они погнались за арбалетом, а я нашел ивентный данж и начал ждать, пока Фуфа приедет с другого конца карты. И пока я ждал, гнавшиеся за арбалетом булгарцы решили сагриться на меня. Что происходило дальше, предлагаю вам посмотреть с переговорами в реальном времени. Вратно сели на мошадей. Так, давай, короче, я захожу в данж. Они идут за мной, наверное. Или нет? Подожди, нет, нет. Кровопуск спешился. Зайдешь? Зайдешь? Нет, давай, давай, я буду с ними драться. Все, он меня проатаковал, кровопуск спешил. Спешивайся. Спешивайся. Погнали в атаку. Упс, ага. Удачи. Минус один. Иди ко мне. У меня яшка лишняя. Помоги, помоги, помоги. Хорошо. Ултан убегает. Ништяк. А где... Благодаря моему шикарному байту мы получили два фрага в честном бою и пошли в ивентный данж. Не помню, был ли я в этих данжах в прошлом году, скорее всего нет. Потому что мне очень понравилось как оформление данжа, так и его структура. Мобы нежити и в целом оформление данжей этой фракции весьма мрачное и очень неплохо проработано за время жизни игры. Эта стилистика прекрасно вписывается в атмосферу Хэллоуина. А раскиданные тыквы, другие праздничные элементы и классно расставленные и местами забавно заскриптованные мобы создают по-настоящему праздничное настроение. Ну а финальный босс с танцевальной паузой вообще топчик. В первом данже нам попался фиолетовый сундук, во втором синий. Оба сундука совсем не порадовали лутом. Думаю в целом там лут как и в обычных сольниках. Но не стоит забывать про шанс дропа внешек, которые сейчас стоят очень хороших денег, а через месяц-другой после ивента вырастут в цене в разы. Но дроп на 4 миллиона в путях не давал фуфе покоя. И мы вернулись туда искать сундуки и возможные сражения. С первого же сундука мне дропнулось Т8 сокровище на 250 тысяч. Очень удобная вещь в плане соотношения стоимости к весу. В процессе поиска нам нужно было переехать из портала в портал по черным локациям. И тут мы заметили как чувака сбивают с маунта мобы. Это был Фрост и у меня возникло подозрение что это байт. Но так как мы были вдвоем и рядом со входом в Ваволонские пути, то попробовали забайтиться. Я ждал когда в нас влетит пачка гангеров и в нас влетела булава. И все. Похоже Фрост так удачно залагал. Фрост оказался довольно ценным и у нас в рюкзаках уже накопилось по полтора миллиона. Мы заехали в ближайший город, который оказался Люмхерстом, продали лут, докупили расходки и снова поехали в пути. Фуфа двигался впереди, имея возможность хорошо затанчить сапогами. Я следовал немного позади, чтобы он мог отступить за стенку. В этом моменте он увидел нескольких человек на споте. Среди них было два друля, которые решили поискать удачу в другом месте. Мы подъехали к споту, где фармили сундук, кровопуск, алибарда и курса. Скорее всего они не ожидали такой наглости. Фуфа просто спешился и одной разрядкой развалил кровопуска и раздамажил алибарду, за которой я попытался погнаться и отзонить стенкой. Но по традиции неудачно. Ну а почти мертвая курса сама забежала в мою ешку. Хоть у ребят и был довольно слабенький шмот, но было странно, что они даже не попытались подраться. Мы забрали Т4 сундук, который они чистили. Однако эта локация оказалась довольно населенной. И к нам приехали Шест и Фрост, но вступить в бой не решились и быстро свалили. Ну а мы почистили еще один сундук в этой же локации. И Т6 Фиолет дропнул мне лута на 350 тысяч. В следующей локации мы наткнулись на Т8 Спот, который пытался фармить новичок из гипсей на большом топоре. Но Фуфа в чате применил методы социальной инженерии и усыпил его бдительность. Мне из фиолетового сундука дропнулось 800 с лишним тысяч. А молодой ромалка на топоре решил продолжить фарм на соседнем сундуке. Такая наивность в Альбионе вещь редкая и ненужная. Мы попытались загангать его, и топор легко бы ушел от нас, если бы не ошибка с бегом по широкой дуге в зоне поражения лука. Но несмотря на эту ошибку, он запросто мог добежать до убежки, если бы не попытался сесть на маунта рядом с фаером. Эти ошибки увеличили нашу добычу еще на 700 тысяч. Открыли недочищенный топором Т8 сундук, в этот раз Фуфи дропнулось 400 тысяч, а мне всего 80. Решили, что надо засейвить лут, тем более рядом оказался портал в синий, неподалеку от Бридж-Вотча. Поделили лут, получили по полтора миллиона. И у меня уже возникла мысль закончить побегушки, но все так хорошо шло, поэтому было принято решение сделать еще один заход в пути на часок максимум. Забив на всякую осторожность, мы прямо из Бриджа прыгнули в желтый портал. Где нас сразу встретил Фаер с Колобком. Следом встретился Друль, оба были очень хорошо одеты. Фуфа предположил, что это гангеры, но сеты не были похожи на гангерские. И я начал думать, где бы с ними можно было бы подраться. При выезде на дорогу нас встретил спешенный Друль. Мы его объехали, нас встретили парные мечи, и стало понятно, что этих типов явно больше трех. Фуфу спешили. Я тоже спешился, решив идти к нему на подмогу, но мне перекрыл дорогу Фаер. Попытался поперестреливаться с ним. Неудачно. В это время моего напарника добили мечи, Друль и молот. Я попытался как-то отойти, но уже было понятно, что я никуда не денусь от этой пачки. Это стало знаком, что пора заканчивать побегушки и это видео. Надеюсь, вам понравился такой формат. По крайней мере, я впервые за долгое время получил удовольствие и по-настоящему приятные эмоции от игры. Всем спасибо за просмотр, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Сделаем мир Альбиона менее наивным. Всем пока. Ооо, тут еще чел подошел, помоги. Я не могу тебя найти. Да, он портал был. А, все, я спешился. О, тут я к порталу верил. Ааа, я поздно спешился. Ты записываешь, записываешь, записываешь? Да-да-да-да-да-да-да-да. Давай-давай. Натяш, потом захейт. Убил? Нет. Он бабу получил? Нет, кстати, бабу не получил. Он тебя атаковал, наверное, да? Нет. Ну, он не прошел. Аааа. Я зашел в портал! А я его убил. 945 фейма. Красава, запиши, 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 вставь конец. Вставь конец, типа скажи всем пока и до свидания. Я потом вставил это в конец, пожалуйста. Ради меня.